здравствуйте дорогие зрители рада приветствовать всех на канале сегодня мы с вами свяжем вот такую красивую шаль если вам понравится мой мастер-класс ставьте лайки под видео проглядывая лайки как мы уже знаем мастер или автор видео может знать насколько людям понравилось его работа проделанная в данном видео также делитесь в различных соц сетях мне будет очень приятно ну а теперь давайте приступим с вами к работе вот в данном изделии использовалась пряжа где в 100 граммах 550 метров и с кистями ушло на такую шаль два с половиной мотка связано крючком два с половиной и ушло два с мотка и крючок такой же использован был так теперь берем пряжу выбирайте ту пряжу которую которую вам хочется чтобы было связано ваше изделие ваша работа и начинаем нам нужно связать 7 воздушных петель 7 петель провязали сейчас делаем накид и вот в самую первую петельку нам нужно связать столбик с накидом у нас образовалась на крючке 3 петли провязываем 2 и еще раз 2 сейчас нужно связать 3 воздушные петли и столбик с накидом в эту же самую вот в центральную петельку куда вязали вот этот столбик это самый центр нашей шали вот таким образом у нас должно выглядеть сейчас для подъема нам нужно связать 3 воздушные петли 1 2 3 разворачиваем вязание и вязать будем в обратном направлении нам нужно связать вот под эти воздушные воздушные петельки 7 столбиков с накидом это вот до центра частями будем с вами вязать 7 столбиков с накидом вот до этой центральной до вот этого в до верхней части вот этого столбика с накидом 23 делаем накид захватываем рабочую нить под цепочка из воздушных петель провязываем две петли на крючке и еще две вновь захватываем рабочую нить ступаем под воздушную петлю из цепочку из под воздушные петельки захватываем рабочую нить провязываем две петли на крючке и оставшиеся две и так нам нужно провязать 7 петель сейчас один столбик с накидом нам нужно связать вот верхнюю часть нашего столбика с накидом центрального захватываем рабочую нить 2 петли айды до 2 петельки еще 2 и сейчас вот в эту часть нам нужно связать еще 7 столбиков с накидом за делаем накид вступаем под воздушные петельки захватываем рабочую нить и провязываем две петли и еще раз две петли и таких столбиков нам нужно связать 7 вернее нам нужно связать не 7 а 8 столбиков с накидом потому что 1 пойдет как крайняя завершающий один столбик пойдет как завершающий вот с этого края с этой стороны у нас для поднятия для перехода на следующий ряд будут вот эти вот воздушные петельки 3 а с этой стороны будет столбик с накидом сейчас мы переходим на следующий ряд нам нужно связать 3 воздушные петли подъема и 3 петли уже следующего ряда в результате нам нужно связать 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 разворачиваем вязание делаем накид и столбик с накидом нам нужно провязать вот в это верх верхушечку вот этого предыдущего столбика с накидом и вяжем столбик с накидом сейчас вяжем воздушную петлю отступаем 2 столбика с накидом и сподряд нам нужно связать 3 столбика с накидом вот мы 1 1 2 отступили и 3 столбика с накидом нам нужно связать над над предыдущими тремя столбиками с накидом то есть сподряд вот как они идут столбики нам так и нужно вязать воздушная петля сейчас делаем накид и в центральную часть где вот у нас был центральный столбик с накидом вот этот вот он связан идет отдельно его видно и верхушечку этого столбика нам нужно связать столбик с накидом сейчас 3 воздушные петли 1 2 3 и сюда же еще один столбик с накидом такое действие нам нужно еще повторить один раз чтобы перейти на вторую половину шали 3 воздушные петли накид и еще раз вступаем в центр теперь воздушная петля и отступив два столбика с накидом предыдущего ряда мы вяжем 3 столбика с накидом 1 2 3 сейчас воздушная петля и делаем накид и в крайнюю вот этот самый верхушечку где у нас было 3 воздушные петли самую верхушечку нам нужно сделать столбик с накидом провязать 3 воздушные петли и еще раз сюда провязать столбик с накидом подождите по краю по краю мы провязываем столбик с двумя накидами ошиблась я немножко нет спутала что-то немного я спутала нет везде вяжем столбик с накидом по одному столбику с накидом вот в крайнюю еще раз вяжем еще столбик с накидом вот у нас получилось мы второй ряд с вами связали теперь переходим на следующий ряд нам нужно связать 3 воздушные петли подъема 1 2 3 разворачиваем наше вязание и сейчас нам нужно связать 7 столбиков с накидом вот под эти воздушные петельки под арочку из предыдущих воздушных петель вяжем 7 столбиков с накидом накид 2 петли и еще две петли так мы вяжем 7 столбиков сейчас мы делаем воздушную петлю вступаем 1 делаем накид нам нужно провязать столбик с накидом вот в эту центральную петельку предыдущего ряда где у нас было три столбика с накидом вяжем столбик с накидом воздушную петлю сейчас нам нужно связать 15 столбиков с накидом в центре то есть 7 столбиков с накидом мы вяжем вот под эту арочку центральный столбик у нас идет вот над этим столбиком и еще 7 мы вяжем вот под эту арочку приступаем 7 столбиков с накидом накид вот центральный это у нас 8 получается столбик с накидом и 7 столбиков с накидом и столбиков с накидом вяжем вот в эту сторону с провязала я вот этот центр сейчас воздушная петля делаю нужно провязать столбик с накидом делаем накид и вот в третью в центральную часть из трех вот этих столбиков с накидом нам нужно связать столбик с накидом делаем воздушную петлю и сейчас нам нужно связать 8 столбиков с накидом вот под эту арочку из воздушных петель накид и вяжем столбик с накидом 6 7 8 сейчас переходим на следующий ряд нам нужно связать 6 воздушных петель это у нас с вами будет 1234 и мы переходим на пятый ряд в пятом ряду 6 воздушных петель вяжем 1 2 3 4 5 6 разворачиваем вязание вот так у нас выглядит она и нам нужно провязать столбик с накидом делаем накид и вот сюда же в первую петельку нам нужно сделать связать столбик с накидом сейчас воздушная петля и нам нужно связать 3 столбика с накидом отступив 2 2 2 петельки ну или два столбика вот 1 2 и 3 столбика с накидом в следующие три столбика 1 2 2 3 теперь воздушная петля и там где у нас был столбик с накидом 1 вот этот столбик с накидом нам нужно связать столбик ну как бы арочку столбик с накидом 3 воздушные петли и еще сюда же еще раз столбик с накидом делаем накид связали столбик с накидом теперь 3 воздушные петли и сюда же вяжем еще столбик с накидом воздушная петля и сейчас нам нужно связать 3 столбика с накидом отступив от края 2 2 столбика 3 столбика с накидом вот отступив 1 2 и 3 4 4 получается и в 5 столбики мы связали наши столбики с накидом сейчас воздушная петля теперь нам нужно вязать вот в наш центр то есть мы с вами дошли до нашей центральной части шали нам нужно связать столбик с накидом сейчас вязание будет в одну петлю теперь 3 воздушные петли сюда же вяжем столбик с накидом еще один еще вяжем 3 воздушные петли и еще сюда один раз еще столбик с накидом теперь воздушная петля отступаем 2 петли 1 2 и в 3 петли так давайте мы с вами просчитаем 1 2 у нас должно здесь остаться и 2 здесь и вот выйти в 3 петли нам нужно связать 3 столбика с 1 2 3 вот у нас получается что сейчас воздушная петля вот в этот стол верхушечку предыдущего вот этого 1 столбика с накидом нам нужно связать арочку из столбика с накидом 3 воздушных петель и еще сюда же столбик с накидом вот теперь воздушная петля и отступив 2 петельки нам нужно связать 3 столбика с накидом 1 2 3 сейчас воздушная петля и верхушечку подъема вот 3 воздушных петель нам нужно связать столбик с накидом то есть мы повторяем вот такое вязание столбик с накидом 3 воздушные петли и еще сюда же еще столбик с накидом вступать можно вот прямо как сказать в полотно можно просто вот допустим под вязание разница небольшая следующий ряд 3 воздушные петли разворачиваем вязание так у нас с вами не считаю что этот корт кончик торчит у нас с вами вот связана часть переходим на следующий ряд сейчас нам сюда же нужно связать теперь вот в эту под эту воздушную цепочку из воздушных петель нам нужно связать 7 столбиков с накидом накид и провязываем по 2 петли я свяжу это за кадром сейчас воздушная петля делаем накид и нам нужно провязать столбик с накидом вот в центр вот этих трех столбиков с накидом предыдущих если внимательным быть то думаю уже видно в то повторение которое проявляется в вязании сейчас нужно связать так мы сделали накид после столбика и нужно связать 7 столбиков с накидом вот под эту цепочку из воздушных петель я свяжу за кадром сейчас вяжем воздушную петлю и нам нужно связать столбик с накидом вот в центральную часть наших трех столбиков вновь воздушная петля и мы доходим до центральной части как мы помним нам нужно связать 16 столбиков с накидом 7 у нас идут с этой стороны 1 идет по центру и 7 с другой стороны не хочется тратить конечно же ваше время потому что если я буду постоянно все с подряд вязать то очень длительно будет поэтому я свяжу вот эту центральную часть давайте еще тоже за кадром вот я провязала центральные 16 столбиков с накидом теперь воздушная петля и нам нужно связать столбик с накидом в центральную часть вот этих предыдущих трех столбиков с накидом вновь делаем воздушную петельку и сейчас под арочку из воздушных петель вот сюда нам нужно связать 7 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 7 сейчас воздушная петля и вновь столбик с накидом вот сюда нужно связать воздушная петля после столбика и по краю если в начале вязания в начале ряда мы вяжем получается 3 воздушные петли и мы вяжем 7 столбиков с накидом то в конце ряда нам нужно связать 8 столбиков с накидом так как здесь воздушные петли заменяют 1 столбик с накидом и так вяжем 8 столбиков с накидом теперь закончен ряд 3 воздушные петли подъема переход на следующий ряд плюс 3 воздушные петли это получается у нас чтобы расширение ряда было и в эту же первую петельку нам нужно связать столбик с накидом сейчас воздушная петля отступаем 2 петли и вяжем 3 столбика с накидом наше вязание уже начинает повторяться и уже весьма проявляется узор сейчас воздушная петля где была 1 1 был 1 столбик с накидом нам нужно связать 2 столбика с накидом и между ними 3 воздушные петли вот как сейчас вновь воздушная петля и отступив 2 петли предыдущего ряда в третью четвертую и пятую мы вяжем 3 столбика с накидом 1 2 3 сейчас воздушная петля и вновь повторяется вот такая же вот галочка вот в эту один столбик с накидом предыдущий нам нужно связать столбик с накидом 3 воздушные петли и еще один раз сюда еще столбик с накидом делаем воздушную петлю отступаем 2 петли ну или два столбика с накидом и в третью четвертую пятую вяжем 3 столбика с накидом мы с вами дошли до центральные части нашей шали сейчас воздушная петля и вот в эту центра в этот в центральный мы можем отследить что вот этот центральный столбик с накидом мы по центру всегда ступаем верхушечку чтобы нашу шаль не перекосила мы постоянно отслеживаем наше вязание что вот у нас идет здесь здесь 7 здесь 7 и 1 по центру и мы всегда ориентируемся нам нужно вязать в центральную часть делаем накид его видно всегда главное его ну если кто сомневается в том что может его допустим упустить можно сделать себе отметочку сейчас вот вторая половина 3 воздушные петли и сюда же еще столбик с накидом вот столбик с накидом 3 воздушные петли столбик с накидом и еще 3 воздушные петли и вновь столбик с накидом мы перешли на вторую половину шали вяжем воздушную петлю отступаем 2 петельки в предыдущем ряду и нам нужно связать 3 столбика с накидом воздушная петля сейчас арочку из столбика с накидом 3 воздушных петель и еще одного столбика с накидом вяжем воздушная петля отступаем 2 петли и в третью четвертую и пятую вяжем столбики с накидом у нас получаются три столбика с накидом нам нужно связать воздушная петля и вновь вот эта галочка из столбика с накидом 3 воздушных петель и сюда же еще одного столбика с накидом вновь воздушная петля отступаем две петельки и в третью четвертую и пятую вяжем 3 столбика с накидом мы с вами подходим к завершению ряда следующего воздушная петля сейчас столбик с накидом вот сюда в крайнюю как я уже говорила либо можно вот прямо в петельку ступать либо под петельку значение для тех кто может быть наблюдательный может и имеет значение в общем-то не особо заметно вот эти как сейчас нам нужно еще раз ну это в моем случае еще я вам показываю один ряд 3 воздушные петли сейчас нам нужно связать 7 столбиков с накидом вот под эту арочку из воздушных петель свяжу за кадром делаем воздушную петлю и там где 3 столбика с накидом до 3 в центральный вяжем столбик с накидом 1 воздушная петля там где у нас арочка с тремя воздушными петельками нам нужно связать 7 столбиков с накидом воздушная петля сейчас столбик с накидом в центральную петельку из 3 столбиков с накидом воздушная петля 7 столбиков с накидом под арочку из воздушный из 3 воздушных петель воздушная петля столбик с накидом 1 воздушная петля и мы дошли до центра до центральной части подходим центральной части сейчас вяжем 7 столбиков с накидом 1 столбик с накидом в центральный столбик отмечаем его для себя чтобы знать в процессе вязания конечно вы уже поймете но если только вы начинаете учитесь вязать то конечно же лучше отследить чтобы потом не сделать ошибку и все у у вас получилось правильно я думаю что если вы будете стараться и будете очень внимательными то у вас получится прекрасное изделие в общем то вы научитесь вязать крючком столбик с накидом теперь воздушная петля столбик с накидом вновь воздушная петля 7 столбиков с накидом вновь воздушная петля столбик с накидом центральную часть предыдущих трех столбиков с накидами воздушная петля подарочка из 3 воздушных петель вяжем 7 столбиков с накидом воздушная петля воздушная петля у нас получается после любого вот связали столбик с накидом и до и после связали 7 столбиков с накидом и до и после получается постоянно присутствует одна воздушная петелька столбик с накидом воздушная петля и сейчас нужно связать здесь восемь восемь столбиков с накидом в конце мы вяжем подарочка ну здесь получается не подарочка вот вообще у нас здесь 6 воздушных петель и под эти петельки нам нужно связать 8 столбиков с накидом вот мастер-класс мой на этом заканчиваем я думаю все понятно и еще один момент когда мы провязываем немного изделия ну я во всяком случае всегда так делаю чтобы выровнять петельки наши наши столбики потому что все равно мы не всегда натяг делаем одинаковые бывает такое что где-то послабже где-то чуть-чуть потуже и вот так вот потянуть изделие когда мы его потянем и она приобретает более ровное состояние вот такая чудесная шаль присоединяйтесь вяжите учитесь желаю всем ровных петелек красивых подарков если вы будете вязать кому-то в подарок чтобы ваш подарок обязательно понравился и помимо того что он понравился чтобы он был действующий чтобы человек которому вы вяжете обязательно оценил вашу работу по достоинству и гордился тем что у него есть изделие ручной работы на этом я заканчиваю свой мастер-класс всем спасибо за внимание до новой встречи пока пока